МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время Сената. Одним из важнейших вопросов, которые обсуждали в Сенате на неделе, поправки в республиканский бюджет и объем трансферта из нацфонда. Казахстанская экономика сейчас переживает не лучшие времена. Обстановка в мире больно ударила по бюджету страны. Рост цен на продукты прочувствовали, пожалуй, все казахстанцы. В правительстве проблемы, поднимаемые сенаторами, признают и обещают справиться, но ценники в магазинах пока все равно не радуют. На этой неделе члены Кабинета министров отвечали на вопросы сенаторов, главный из которых, как страна будет жить в условиях экономической турбулентности дальше. Ведь понятно, что прежде всего страдают те, кто живет на пенсии, и пособия, которых и прежде хватало не на все. План правительства в виде двух основных финансовых документов страны о республиканском бюджете и трансфертах из нацфонда сенаторы разложили по пунктам о том, как в стране в ближайшее время будут сводить дебет с кредитом в нашем сюжете. Эта часть заседания палаты под председательством спикера Маулина Ашимбаева не ограничилась лишь обсуждением проектов законов о трансферте из нацфонда и республиканском бюджете. Список вопросов, которые так или иначе тесно связаны с экономикой и экономией, не ограничен лишь только бюджетными цифрами. Например, если правительство просит больше денег на статьи расходов, то какую гарантию дает взамен, что каждой тенге потратят качественно и эффективно? Вот буквально два примера я приведу. За прошлый год использование средств из целевого трансферта национального фонда. Из целевого. Вы знаете, что это на стратегические какие-то цели направляются эти средства. В частности, на развитие массовых и национальных видов спорта целевым трансфертом из национального фонда было выделено порядка 1,7 миллиарда тенге. И примерно половина этой суммы осталась неиспользованной. Также целевым трансфертом из национального фонда на поддержку и продвижение национальных фильмов было выделено 3,3 миллиарда тенге. Из этих средств было использовано только 34%. То есть первый вопрос – почему выделили? Второй вопрос – тогда, ну раз выделили, почему не использовали? И самый больной вопрос для правительства, подчеркивают сенаторы, рост цен – то, с чем ежедневно сталкиваются казахстанцы. В Сенате уверены, пока борьбу с инфляцией правительство проигрывает по всем фронтам. При прогнозном коридоре на этот год 8-10%, на середину апреля в стране зафиксирован уровень в 20,3%, а индекс потребительских цен за первый квартал этого года практически достиг 10%. Сенаторы справедливо резюмируют о необходимости развития собственной продовольственной базы в Казахстане, говорят, уже не первый год. И если бы правительство внимательнее относилось бы к вопросу, то не покупали бы казахстанцы сейчас дорогие иностранные овощи и фрукты. Полагаю, необходимо внести изменения в инвестпроекты по их стоимости и целесообразности, предусмотреть возможность поддержки сельхозтоваропроизводителей дешевыми займами для оборотных и инвестиционных целей. Еще одну важную проблему озвучил спикер Сената Маулен Ашимбаев. По его словам, дефицит бюджета остался на том же уровне. Понятно, что внутри у нас есть проблемы, подчеркивает Маулен Ашимбаев. Но говорить о том, что у нас нет средств на решение этих проблем, неправильно. Тем более, что это подтверждено как экспертами, так и ведущими экономистами страны. Есть ресурсы, которые можно привлекать, которые можно заимствовать. И в этой связи, наверное, здесь речь идет о том, чтобы больше задействовать внутренние источники покрытия дефицита бюджета, нежели, как мы видим в этом уточненном бюджете, делать ставку на внешние источники. Но мы ждем от вас последовательной работы для того, чтобы уменьшать дальше долю внешнего заимствования для покрытия дефицита бюджета. На заседании палаты сенаторы обратили внимание правительства и на необходимость рационального подхода. В Казахстане сложилась практика единого подхода к повышению пенсий и пособий. Одинаковые 4% повышения для всех, разные в денежном выражении. Например, пособие по инвалидности третьей группы. 37 тысяч тенге с небольшим. На самом деле 4% это 1500 тенге. Хорошо, если, допустим, мы говорим об индексации, то да, мы привязываем ее к инфляции. Но, видимо, уже назрело время, когда нужно менять подходы к расчетам. И все это привязывается к прожиточному минимуму. Я считаю, что ответ правительства должен быть пересмотр самих подходов, расчета пособий пить. О выплатах и зарплатах в Сенате в этот день вообще говорили много. Одна из задач нового Казахстана – реально улучшить жизнь его граждан. А значит, повысить доходы так, чтобы их не съедала возросшая инфляция. Тем более еще свежи в памяти страны печальные январские события. Не случайно в Казахстане все чаще вспыхивают забастовки работников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда. И проще всего поднять выплаты казахстанцам разово за счет бюджета. Но нужен и долгосрочный план. Конкретнее говорить, дополнительные финансы мы сегодня одобрили, чтобы были направлены на развитие продуктивной занятости. Это порядка 69 миллиардов. На повышение заработной платы работникам медицинских, социальных учреждений, работникам центров занятости населения и другим сотрудникам государственных учреждений, которые содержатся в счет бюджета, это порядка 87 миллиардов тенге. Вообще же этот проект бюджета сенаторы назвали социальным. Для сравнения, расходы по проекту бюджета на социальную сферу превысили 8,5 триллионов тенге, или 46% от всех расходов. А расходы на финансирование реального сектора экономики увеличены до 3,4 триллионов. Это около 18% ко всем расходам уточненного бюджета. В целом такой подход, учитывая текущие условия, в которых Казахстан находится, в частности, это геополитический риск, риски снижения экономики в текущем году и возросшие прочие экономические, макроэкономические риски. Это все вынуждает правительство, государство тратить больше. И это, в принципе, оправдано. А для того, чтобы трансферты из нацфонда не превратились в процесс непрерывного использования запасов, сенаторы вынесли ряд рекомендаций правительству. Не просто нивелировать имеющиеся риски, но и думать на будущее, как пополнять бюджет без заимствований и держать инфляцию под контролем. Государство задачи эти выполнять будет. Сенат принял законы, которые позволят поднять пенсии и пособия и дадут импульс развития отечественной экономики. Все замечания сенаторов – это план работы для правительства в новых условиях. Наша страна готовится к референдуму. Событие на самом деле масштабное и символичное. Строить новый Казахстан будем по-новому. Президент предложил каждому из нас ответить на вопрос об изменении Конституции, главного закона страны. Потому что только референдум позволяет всем, без исключения гражданам страны, непосредственно высказаться о грядущих изменениях, а значит напрямую участвовать в государственных реформах. Последний раз казахстанцы принимали участие в референдуме 27 лет назад. Так, в частности, Конституционный закон о республиканском референдуме был дополнен для того, чтобы привести к единым стандартам формы бюллетеней, в которых казахстанцы могут голосовать за те или иные изменения в Конституции. Новый документ конкретизирует правила признания бюллетеней недействительными. Предусмотренные изменения и дополнения позволят упростить процедуру голосования, позволят эффективно использовать бюллетени при голосовании и снизят количество недействительных бюллетеней. Для этого предусмотрена норма, что гражданин при голосовании ставит любую отметку в варианте ответа, за который он голосует, а не как раньше гражданин должен был вычеркать. Также, согласно ныне действующей версии документа, вопросы, связанные со статусом первого президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов исключить из законопроекта эту норму. С этой поправкой документ был возвращен в Можилис. Все 33 статьи Конституции, подлежащие изменению, внесены на рассмотрение Конституционного Совета. По нашей информации, полученной вчера, несколько членов этой комиссии по реформе предложили, что позиция первого президента определена, поэтому нет необходимости конкретизировать ее отдельно в Конституции. Это решение вчера поддержал Конституционный Совет. Это было время Сената. В следующих программах мы продолжим рассказывать о законах, которые пишут для социального благополучия всех граждан страны. До встречи в эфире.